Всего в 300 метрах от штаб-квартир главных институтов ЕС находится сквод мигрантов. Там, в условиях, которые трудно назвать пригодными для проживания, тем не менее, днюют и ночуют 150 человек. Все они мужчины. Обитатели сквода имеют статус спросителей убежища, но мест в специально отведенных приютах для них не нашлось. Они в Брюсселе переполнены. Люди живут в ужасных условиях. Грязные туалеты, мусор, зловоние и мухи повсюду. И все же это лучше, чем мерзнуть на улице зимой, говорят обитатели. Но власти объявили, что через две недели освободят нелегально занятые мигрантами здания. Наш собеседник полагает, что многие его соседи окажутся без крыши над головой, как около трех тысяч мигрантов, ночующих на улицах бельгийской столицы. Недавно бельгийское правительство постановило отдавать приоритет женщинам, детям, семьям и пожилым людям при распределении мест в центрах для беженцев. На практике это означает, что мужчины-одиночки попросту не будут обеспечены жильем. НПО и сами мигранты протестуют против этого решения. Глава местного отделения Amnesty International утверждает, что власти располагают средствами для решения этого вопроса. Например, они могли бы распределить просителей убежища по стране, но для этого не хватает политической воли из-за давления со стороны ультраправых партий, считают некоторые активисты. В прошлом, в прошлом, мы встречали гораздо более сложные ситуации. В 2000, например, 42 тысячи мигрантов, ассалим-секеры, которые пришли к Бельгии, и мы нашли решение. Но теперь это вопрос политики, а не более logистические вопросы. В 2022 году в Бельгии было подано на 40% больше запросов о предоставлении убежища, чем годом ранее. А в этом году Бельгийский суд первой инстанции признал миграционную политику властей как нарушающую права человека.